Здравствуйте, это Украина, мы продолжаем наши эфиры, с нами на связи Андрей Глигоч, которого мы очень рады видеть, я хочу напомнить, что он глава Advanter Group, и вот я хочу сказать, что Advanter Group и Лига деловых клубов Украины провели опрос о потерях украинского бизнеса за время военных действий. Я почитала то, что Андрей выложил, и, честно говоря, сказать слово шокировано, это просто ничего не сказать. Но, Андрей, я на этом просто замолкаю и передаю вам слово, потому что то, что вы обнаружили, это какая-то просто ужасная информация, если честно. Да, с одной стороны, это выглядит ужасно, с другой стороны, мы же знаем, что делать, мы же никогда не работаем в модели «все пропало». Так мы действуем уже с 2011 года, по-моему, и Advanter, и сейчас мы создали Центр экономичного видновления еще в начале 2020 года, чтобы сражаться с последствиями коронакризиса. В общем, мы знаем, что делать. Давайте вначале о том, что действительно показали исследования, а потом что делать. Первое. Исследования аналитика показывают, что 79% предприятий украинских малого и среднего бизнеса прекратили полностью или в существенной степени свою деятельность. То есть четыре пятых. Четыре пятых предприятий на текущий момент не работают. Это, конечно, огромный показатель. Не случайно и президент, и премьер сейчас говорят о том, что давайте перезапускать бизнес. И президент сегодня заявил, что давайте уберем все препятствия, которые есть у... создаются для бизнеса, созданы для него. Кроме войны, которую, я надеюсь, мы уберем как препятствия тоже в ближайшие недели или месяцы. Так вот, еще вчера мы, собравшись деловыми клубами, действительно, мы объединились еще в прошлом году. Десять ведущих деловых клубов создали такую единую лигу. Борд, SEO-клаб, YBC, другие бизнес-объединения. Так вот, мы еще вчера обратились к президенту, премьер-министру и к Верховной Раде о необходимости сделать ключевые действия. Основываясь как раз вот на той аналитике, которую мы получили. Итак, 79% предприятий не работают. Дальше. Релокацию, реальный переезд сделало безредное количество предприятий. Предприятий всего около 2%, 12% как-то частично и 7% еще в процессе. То есть меньше 20% предприятий смогли как-то осуществить эту самую релокацию. Но что меня больше всего беспокоит, что уже 8% предприятий релокацию сделали полностью или частично, или в большей степени за рубеж Украины. За рубеж. Как вы знаем... Еще раз, 8% вы сказали. 8%, да. Из вот этих 20, из вот этих 20. Да, да, да. Нет, 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 да. Нет, нет, неправильно, нет, неправильно. 8% вообще всего суммарно предприятий Украины сделали подобную релокацию. И мы уже даже пересчитали, что только вот такой отъезд предприятий из Украины, вот этих, приведет к потере примерно до 9% ВВП украинского. Это очень высокий показатель. Но должен сказать, что в целом мы с коллегами оцениваем потери в этом году украинского ВВП до 50%. То есть половину украинского ВВП мы можем потерять. Но как раз это не так страшно, поскольку мы компенсируем существенную потерю деловой активности с значительными вливаниями в украинскую экономику через план маршала, который я надеюсь, что все-таки состоится, через контрибуции репарации, которые мы начнем получать с Российской Федерации. Мне кажется, этот процесс уже пойдет в ближайшее время. Ну а о том, что Соединенные Штаты выделили Украине 13,6 миллиардов долларов и другие поступления, конечно, вы знаете. Это все позволит поддержать экономику и бюджет Украины на плаву в этом году. Что еще оказалось? Оказалось, что, и это действительно цифра меня ужасает больше всего, что до 60 миллиардов долларов малый и средний бизнес потерял в своих активах на текущий момент. Прямых потерь. Это потери, связанные с разрушением предприятий, с активами, которые остались на территории, временно оккупированной врагом. С потерей товарных остатков. Это все, конечно, огромная сумма, просто невероятно большая сумма. Возможно, когда чуть позже мы уже проведем более детальный анализ, возможно, она сократится, но порядок нам уже понятен. Это от 30 до 60 миллиардов долларов. Частично, часть этих активов вернется с очисткой нашей территории от врага, но часть потеряны безвозвратно. И, соответственно, когда мы говорим о плане маршала для Украины, о стоимости восстановления украинской экономики, она будет исчисляться суммой не меньше, чем 300 миллиардов долларов. Еще неделю назад... Это на сегодня. Это на сегодня. Это на сегодня. На сегодня. Неделю назад наша оценка была порядка 250 миллиардов. Сейчас мы видим, что оценка будет существенно выше, 300. А если учитывать, что Россия, да, переходит от военного противостояния, в котором Россия явно проигрывает, к сценарию террор. Мы с Валерием Пекаром и с Михаилом Винницким называем этот сценарий «Сирия». Сценарий, который чреват разрушениями украинской гражданской инфраструктуры, дорог, энергетики. Все это может привести к существенно большим потерям. Но с другой стороны, должен вам сказать, что мы абсолютно сейчас уверены, убеждены и нас поддерживают многие экономисты в мире, что Украина должна требовать от Российской Федерации компенсацию не только войны, нынешней, вот этой фазы войны, начавшейся 24 февраля. Но компенсации связаны с 8 годами войны, оккупацией, с теми действиями, из-за которых Украина потеряла инвестиции, потеряла возможность развиваться быстрыми темпами. И потери за 8 лет, вот еще до войны, оценены нами порядка 200-250 миллиардов долларов. Это до начала вот второй. До начала боевых действий сейчас. То есть, итого, тех контрибуций, репараций, которые мы вполне возможно должны будем требовать от России, они будут исчисляться параметрами полтриллиона долларов или даже больше. Конечно, эти оценки еще мы будем уточнять. Конечно, это только самое начало. Известно, что украинская инфраструктура потеряла порядка 120-150 миллиардов. Малый и средний бизнес порядка 60. Крупный бизнес, я подозреваю, что там сумма будет порядка такой же, может быть, чуть меньше. То есть, только прямые потери, не говоря о потерях ВВП, уже эта сумма доходит до 250 миллиардов. Соответственно, 500 миллиардов, полтриллиона, это минимальная планка, то есть сумма, которую мы должны будем требовать с Российской Федерацией. Ну а дальше это вопрос других компенсаций, которые Россия, конечно, заплатит за смерти в Украине, за потерю времени для Украины, ВВП Украины и так дальше. Вот. Но, с другой стороны, да, еще что хочу сказать. Конечно, на фоне этого негатива есть и позитив. Например, абсолютно четко сейчас во всех бизнес-сообществах, в которые мы входим и в которые модерируем, видно, что бизнес готов возобновлять активность деловую в Украине. Есть понимание того, что первые две недели бизнес концентрировался на гуманитарных вопросах, на помощи территориальной обороны, на спасении того, что можно было спасти. Теперь же ключевая задача бизнеса, и в этом абсолютно правильно говорит президент, это задача поднять экономику, запустить деловую активность, обеспечить зарплату, обеспечить рабочие места. Тем более трудовым нашим переселенцам, мигрантам, которые переехали на западную Украину. Туда сейчас мы направим основные наши усилия. Так вот, должен сказать, что, например, в бизнес-сообществе Борд нашим идея для предпринимателей в этом году ставить для себя цели не сохранить бизнес, не удержать его от падения, а вырасти. И это важная задача для Украины. В войне побеждает тот, у кого более привлекательная, более вдохновляющая картинка будущего. Мы, конечно, должны, простите, это звучит очень страшно, но мы должны воспользоваться этой войной для того, чтобы перестать восстанавливать советскую инфраструктуру. Мы должны уйти от понятия восстановления и должны перейти к понятию модернизации. Эта возможность для нас с помощью западных финансовых ресурсов, а я уверен, что план Marshall или Recovery Plan, план восстановления, обязательно будет. Так вот, воспользовавшись этим, нужно выстраивать новую энергетическую инфраструктуру, новую логистическую инфраструктуру, производственную. Мы вчера потребовали от Верховной Рады безотлагательно рассмотреть законопроекты об индустриальных парках. Релокация в предприятии сейчас должна идти уже в новой модели. Мы должны гарантировать инвесторам и внутренним, и западным, что государство даст возможность бизнесам сейчас вложить деньги в абсолютно рисковую ситуацию. Там, где банки не хотят кредитовать, там, где даже венчурные инвесторы останавливаются на украинске, компании готовы инвестировать, строить. Но государство должно на себя взять обязательство, что задним числом потом оно не начнет отбирать или повышать налоги или делать еще какие-то неприглядные вещи. Поэтому сейчас нужно разморозить строительство индустриальных парков, кластеров на Западной Украине. Так вот, исследования показали, что 15% украинских бизнесов, даже чуть больше, планируют, несмотря ни на что, вырасти в этом году. Вырасти, причем 5% даже вырасти существенно по отношению к прошлому году. Полностью подозревают, что основат бизнес и не будут восстанавливать 15% украинских компаний. Это тоже высокий показатель. Вообще не будут, не планируют восстанавливать вообще, в этом году не будут вести бизнес-деятельность. Ну, значит, соответственно, это возможность для других бизнесов активно расти. Мы должны все-таки, как бы это ни звучало страшно, но мы должны развиваться. Мы должны строить сейчас, несмотря на все гигантские риски. Потому что именно тогда у нас, у самих себя будет уверенность в будущем. Как это выглядит, конечно, я понимаю, но тем не менее, сейчас будет такое эмоциональное плато у всех нас, и у предпринимателей, и у граждан страны. Потому что уже больше двух недель, почти три недели войны. Как-то все беспросветно. Мы вроде бы как побеждаем, но движения нет. Вроде бы как мы истребляем врага, но продвижения нет. Все равно под бомбежками Мариуполь, все равно в Киеве по 4-5 дней, раз в день сирены. И все это, конечно, очень сильно утомит нас. Но именно сейчас самое время переключить наше сознание на проактивный формат, в развитие. Да, наладились цепочки. Бизнес включился, и государство включилось, и посольство включилось, и наши международные партнеры наладили. Логистические поставки, гуманитарные поставки, обеспечение терробороны. Конечно, там еще много вопросов, которые нужно налаживать. Но, тем не менее, уже какая-то система прорисовалась. Теперь задача найти быстрые идеи, каким образом сейчас, под государственные закупки, под необходимость обеспечить питанием и медикаментами населения, быстро запустить бизнесы. Не ради сверхприбыли, а ради того, чтобы выровнять ситуацию. И второе, над чем думать, это, конечно, над возобновлением производства, над экспортной ориентацией. Понятно, что Украина, конечно, будет развиваться, выживать, взрывать мир за счет экспорта. Сейчас мы думаем и выстраиваем экспортный консолидатор для украинских компаний под брендами Украины. Что такое экспортный консолидатор? Это объединение разных бизнесов, которые совместно выходят на внешние рынки. Вот просто представить себе выход в Румынию, например, или на рынок Танзании. Для одной компании это очень дорого, очень долго, очень сложно. А когда мы объединяем 10-15 компаний для выхода на рынок, одной экспертизы достаточно. Достаточно одного агента, который делает внутренний анализ на конкретном рынке и помогает вывести туда 15 компаний, а не одну. Все это удешевляет и ускоряет процесс выхода на внешние рынки. Артем Гудков уже много лет говорит об этом о Танзании, Уганде, Кении. Конечно, это самое время заняться этими рынками. Конечно, европейские рынки, которые сейчас более открыты для Украины. Конечно, это с осложненной логистикой, но тем не менее есть возможности поставлять и на Ближний Восток. Мы сейчас должны очень активно разморозить. Кроме того, это и экономическая дипломатия. Благодаря развитию экспорта мы должны убедить, например, Индию прекратить поддерживать Россию и обратить внимание, Украина, как и Индия в свое время ведет национально-освободительную войну. Мы в тех же проблемах, что была Индия, им должны быть понятны наши боли. И, конечно, Индия должна стать надежным и мощным экономическим и политическим партнером Украины. То же самое касается и Китая, и Индонезии, и многих рынков Юго-Восточной Азии. Но сейчас, конечно, приоритет это африканские рынки, Ближний Восток и европейские рынки в первую очередь. Работаем над этим. Что еще обратило на себя внимание? Что малый и средний бизнес, конечно, составляет малую долю в экономике, сам по себе, порядка 25%, около того. У нас усложнена статистика по этому поводу. Но, учитывая, что он достаточно сильно интегрирован, вовлечен в цепочки создания ценностей крупного бизнеса, то такие вот ожидания украинского малого и среднего бизнеса о сокращении доходов в этом году приведут к тому, что потери ВВП Украины только от малого и среднего бизнеса будут от 20-25%. Ну, да, должны мы, конечно, с этим считаться. Плюс 2,5 миллиона трудовых мигрантов. Плюс, конечно, то, что восстановление страны потребует от нас ориентироваться в меньшей степени на развитие конечного потребления, в большей степени на вопросы инфраструктуры. Конечно, я не жду в этом году каких-то радикальных решений, которые помогли бы сократить это падение. Ну, конечно, только план Маршала и внешние инвестиции, заимствование, кредиты, ну или гуманитарная помощь от Запада. А вот в следующем году Украина, как сжатая пружина, она стартанет. И, несомненно, мы именно сейчас должны заложить фундамент для этого самого будущего. Что в этом фундаменте? Мы попробовали сформулировать это на вот таких четырех уровнях развития. Первое, что мы должны сделать прямо сейчас, и чем мы занимаемся, и Центр экономичного виновления, и другие организации, это реанимация. Мы должны через антикризисные меры, мы должны остановить падение, остановить утекание украинского бизнеса за рубеж и активизировать его деятельность именно здесь, в Украине. Затем мы должны помочь благодаря релокации и другим инструментам бизнесу сейчас стартнуть. Я очень надеюсь, что завтра будет принято Верховной Радой решение, которое позволит разморозить украинский бизнес. Мы обратились к Верховной Раде, я уверен, что они услышат нас. Я более чем уверен, что те решения, которые проголосованы сегодня на Комитете налоговом, они завтра дадут эффект в зале Верховной Рады. Я знаю, что еще утром вы обращались к лидерам фракций и главе Верховной Рады, все-таки с просьбой обратить внимание, что была какая-то информация, что эти законы не были рассмотрены. Сейчас вы говорите, что вроде бы сейчас выглядит так, что завтра будут проголосованы. Да, мы обратились вчера, поскольку вчера в 16.00 была Погоджа Вольна Рада, и, к сожалению, вчера проигнорировали наше обращение депутаты. Сегодня утром они попытались объяснить свою позицию, но сегодня мы уже нашли общий язык. Мы заручились поддержкой многих депутатов, и сегодня уже совсем другая картинка. Ну, а кроме того, обращение президента, сегодняшнее обращение, где президент сказал абсолютно четко, необходимо прибрать перешкоды для ведения бизнесу. Это абсолютно четкий сигнал. И простите, если это означает, что нужно в конце концов пойти на принятие решений, которые даже мной, как экономистам, могут не приветствоваться в какой-то стратегической перспективе. Например, снятие таможенных барьеров, разрешить в страну импорт всего необходимого оборудования, расходных материалов для того, чтобы запускать бизнес, убрать таможенников сейчас от проверок, дать возможность бизнесу получить доступ к нулевому финансированию, то есть финансированию без дешевого. Вот что говорит бизнес? Ключевая сейчас задача – дайте налоговые каникулы, дайте финансовый ресурс. Мы у банка не можем взять деньги. Банки не дают денег. Не дают. Хотя даже, по идее, украинские банки, не говорю, что международных должны были сейчас бы давать. Но нет, придерживают деньги. Значит, задача государства – разморозить это, дать деньги в оборот, дать деньги в бизнес. Что еще мы просили от бизнеса? Решить вопросы логистики. Большие проблемы с ввозом и вывозом товара. Соответственно, ни импорт, ни экспорт нормально не работают. К сожалению, терророборона на блокпостах слишком часто проверяет грузы, которые идут. Нужно урегулировать это. Понятно причина, понятно предостережение. Но мы должны ускорить проход гуманитарных и производственных грузов по стране. Это сейчас очень важно. Ну и что? Конечно, это очень тонкий момент. Но я не боюсь об этом говорить. Есть у каждого предприятия ключевые сотрудники, без которых предприятие не может работать и производить ту продукцию, которая необходима. Соответственно, нужно сейчас определить этот перечень ключевых сотрудников и удержать их от призыва хотя бы до момента, когда нам понадобится тотальная мобилизация. Сейчас надо сделать так, чтобы люди могли работать и могли запускать производство. Поэтому мы должны отладить этот механизм на уровне государства так, чтобы и айтишники, и производственный персонал, и там, где нужны инженеры, и водители, конечно, могли работать. Вот это ключевые просьбы. Причем они одинаковы как для крупного бизнеса, так и для среднего и мелкого бизнеса. Вот я смотрю прямо на перечень. Все эти требования повторяются. Но, возможно, среднему бизнесу более важны проблемы логистики, малому бизнесу доступ к финансам. Но, в целом, все вопросы у всех одинаковы. И вот это мы согласовываем сейчас и Кабмином, и Верховной Радой, и с Офисом Президента. Должен сказать, что сейчас работают все механизмы. Буквально на прямой связи мы с министром экономики, с Юлией Свериденко, и с премьер-министром, и с министром финансов, и с главами комитетов Верховной Рады. В общем, все механизмы работают. Я не могу сказать, что кто-то сознательно занимается созданием барьеров. Понятное дело, что есть люди, которые традиционно исходят из нелиберальной позиции, так как, например, глава комитета по финансовой политике Пан Гитманцев. Но даже с ним есть возможность говорить, договариваться, объяснять, аргументировать. И я все-таки считаю, что сейчас время для государства понять, что у бизнеса все равно нет оборотов, все равно нет доходов. А прибыли вообще никто не мечтает в этом году. Поэтому самое прекрасное время принять решение о налоге на выведенный капитал, который мы откладываем из года в год. В конце концов, дать возможность либеральной налоговой реформе трудового законодательства. В общем, сделать массу полезных вещей, которые могли бы быть полезными и сейчас, в кризисный период, и после окончания войны. Так что рассмотрим это как время возможностей. Простите, Андрей. Андрей, вот вы так говорите, да, но встречный вопрос. Ведь война, простите, не закончена. И то, что мы видим, она плавно продвигается. И мы знаем, что в Ано-Франковске бомбили аэропорт. Мы знаем, что, простите, во Львове есть тоже уже воздушные налеты и все прочее. Мы понимаем Явлевский полигон, вспоминаем и многие другие вещи. И поэтому вот то, что вы говорите, это очень правильно и оптимистично. Но насколько сегодня вообще можно делать релокацию, например, даже бизнеса, потому что непонятно, куда его вот сейчас просто передвигать. Потому что вот сейчас непонятно, что дальше будет с войной. То есть я почему об этом сейчас говорю? Потому что я знаю, что вы вот делали такое исследование, какие возможные или просто размышления о том, что будет дальше с войной, как долго она будет длиться. Потому что ведь сегодня мы еще не можем сказать, вот если война затяжная, это ведь, наверное, один сценарий. И тогда вот план Маршала – это вот одна история. Если это вот короткая какая-то война, то тогда план Маршала – это уже другая история. И поэтому вот сейчас вот все это очень непонятно. И поэтому мне бы очень хотелось у вас спросить, вот как вы понимаете, как выглядит сейчас вся эта ситуация с продолжением войны? Пока действительно события разворачиваются так, как мы предполагали. И я бы хотел, зная аудиторию вашего канала, что, конечно, следит за этими материалами. Мы ровно год назад с Валерой Пекаром обновили нашу статью «Семь уровней войны», где описывали события, которые грядут, и образы победы. Потом мы сделали сценарный анализ уже в начале войны, до войны у нас был, в начале войны, и сейчас мы его обновили. Конечно, все развивается с таким вот дрейфом сценарием. Изначально сценарий Блицкрига стал Блицфайлом, и это понятно. И сейчас Россия ищет какие-то другие альтернативные сценарии для себя. Что способна организовать Россия? Россия способна и умеет организовать сценарий типа сирийского. Когда, по примеру города Алеппо, когда уничтожается инфраструктура, когда создается гуманитарная катастрофа, и это дает возможность торговаться с теми, для кого гуманитарные вопросы значат существенно больше. Да, вот это сила России, слабость наша, демократического мира. Но мы выдержим. Очень грамотно реализуется этот сценарий с украинской стороны. Мы не даем себя втянуть в него. Мы сохраняем армию, мы сохраняем боеспособности, сохраняем возможность уничтожать российские вооруженные силы. А учитывая, что там тоже запас не бесконечен, и по нашим подсчетам ракеты средней дальности и ракеты воздушного базирования и калибр морского базирования, они подходят к концу. Там уже больше двух третей запасов российских израсходовано. И, соответственно, там нет возможности усилить этот сценарий. Доделывать они не могут, поскольку обрезаны возможности для поставок компонентов. Там нет импортозамещения в этой теме. Я уверен, что Китай не войдет сценарием поддержки России в войне против Украины. Особенно после того количества жертв китайцев в Мариуполе, которые мы видим на текущий момент из-за российской агрессии. А что в Мариуполе погибли китайцы? Я не знаю. Да, да, да. Там же достаточно большая китайская, не скажу диаспора, но достаточно большое количество китайцев живет в Мариуполе и осталось сейчас в оккупированном городе. Но это отдельная история. Я думаю, что в самое ближайшее время будет понятно, как это комментировать, поскольку объективной информации из Мариуполя, как вы понимаете, пока достаточно мало. Что касается жертв, что касается вот такой страшной статистики. Так вот, Россия в этом сценарии, в сценарии Сирии, она может создавать максимум гуманитарных катастроф, но недолго, поскольку способность России долго пребывать в этом сценарии уже ограничена санкциями и тем влиянием на российскую экономику, стоимостью войны для них, которую они не выдержат в ближайший год. Соответственно, если этот сценарий будет разворачиваться, то год Украина должна будет сражаться с ним и уже в 2023 году мы из него выйдем. Но события разворачиваются существенно быстрее. Они то ускоряются, то замедляются. Сейчас они чуть-чуть замедлились, на прошлой неделе они разворачивались очень быстро. Сейчас опять будет ускорение на этой неделе, увидим вскоре. Так вот, сценарии, которые могут привести к Третьей мировой войне, де-факто, с точки зрения Украины, Третья мировая война идет уже. Потому что мы же понимаем, что это не война России с Украиной, это война России с цивилизованным миром. Это война того, что мы у вас в программе называли мира границ против мира дорог, мира имперского против мира инноваций, развития, торговли. И Украина здесь свой выбор сделала. И поэтому Украина сражается в рамках Третьей мировой войны против России со стороны развитого мира. Так вот, Россия может этот сценарий усиливать. Химическая, ядерная война, которая будет выдана России за террористические акты со стороны России. Или нечто подобное в сценариях, например, грязной бомбы или тактического ядерного удара на ограниченную территорию. Или эскалация России по отношению к, например, той же Польше или к странам Балтии. Сейчас идут через Польшу и Беларусь грузы в Россию. И этот поток нужно прекратить. Если Европейские Союзы Украины прекращают этот поток, России в голову может вбрести что угодно. Например, защитить этот товарный поток ударами по Польше. А можно наскольку перебить? Андрей, а что это за товарный поток, который идет через Польшу? Потому что многие, вот мне приходилось считать в социальных сетях, что это чуть ли не какая-то гуманитарная помощь, которую Германия отправляет России. Вот я сомневаюсь в этом, честно говоря. Естественно. Какая гуманитарная помощь, если Германия может отправляться в Россию? Ну давайте про это. Конечно, это товары двойного назначения. Это реальный бизнес. Потому что, ну, чего греха таить? Немецкие компании, очень многие завязаны на России. Очень многие. И сказать, что такая уж безумная поддержка Украины в элитах в Германии мы не можем. Да, мы видим, что уже больше 65% немцев поддерживают вступление Украины в ЕС. Это уже просто радикальный перелом. Мне постоянно присылают друзья из Германии видео, которое записывают сами немцы в школах с детьми, обсуждая войну. У Украины огромная поддержка в народе, но бизнес. Слишком долго немецкий бизнес встраивал отношения с русскими. У них есть русские друзья, у них есть даже русские соседи, которые живут в Германии. А с Украиной нет. Сейчас наша задача объяснить Германии, что немецкому бизнесу, что украинский рынок огромный. Огромные тут возможности будут для немецких компаний по восстановлению экономики, по модернизации украинской экономики, энергетики. Это там, где мы реально нуждаемся в помощи немцев в немецких технологиях. Не говоря уже, конечно, о ответственности Германии за мирную Европу. Вот это все прорабатывается сейчас. И, конечно, оно будет реализовано. Германия в фокусе внимания и украинских дипломатов. Украинский посол. Мне очень многие рассказывают, насколько он сильно, мощно выступает сейчас на немецком телевидении, что он вымотан. Но это прекрасно с точки зрения продвижения позиции Украины. И вот осталось делать несколько последних шагов. Все-таки убедить Германию поддержать Украину и в ускорении вступления в ЕС, и в предоставлении Украине военной помощи. Ну и, конечно, в перекрытии всех тех обходных лазеек, которые накладываются на Россию. Мы ведем сейчас мониторинг. Сделали такую глобальную работу по мониторингу тех санкций, которые накладываются на Россию в мире. Увидели, что есть очень неприятный момент. Очень неприятный. Его суть можно передать словами 2014 год Обама. Когда Обама в попытке замерить Россию фактически остановил усиление санкций, накладываемых Западным миром на Российскую Федерацию. Сейчас этого допустить нельзя. Каждый день, каждые хотя бы несколько дней Западный мир должен усиливать давление экономическое на Россию. Россия должна видеть, что не будет никакого отдыха. Не будет этого плато, не будет остановки. Это первый приоритет для нас. Второй приоритет, это, конечно, активнее включать другие страны. Потому что сейчас драйверами санкций являются Великобритания, Канада, Соединенные Штаты Америки. Но Европейский Союз должен активнее включаться в санкции. Специально мы сделали аналитическую работу по поводу газа и нефти. Европейский Союз может усилить эмбарго газовое и нефтяное, накладываемое на Российскую Федерацию. Есть возможность в ближайшие месяцы компенсировать те потери от импорта из Российской Федерации. То есть фактически до конца года может быть введено тотальный эмбарго. Но об этом надо говорить сильно и смело. Расширение географии еще подразумевает, что нужно вести переговоры и с Индией, и с Китаем. Там, где Россия пытается найти обходные маневры. Россия видит в Китае возможность продажи своего золота, золотого запаса для компенсации проблем, для получения долларов, для возможности избежать дефолта. Но я уверен, что ничего не поможет. И с Китаем, конечно, Соединенные Штаты найдут способ договориться о расширении санкций. Но это касается и Индии, поскольку многие российские компании нашли обход санкций через Индию или через какие-то другие инструменты. Ну и, наконец, третье. Это, конечно, нужно усиливать эффективность санкций. Они должны реально доводить до эффекта. Какого эффекта? Ведь задача мира – это не уничтожить российскую экономию. Боже упаси, это же не в этом задача. Не наказать, не месть, не это является целью. Нет, не это, а что? Конечно, нет. И мы должны четко доносить эту мысль, в том числе, россиянам через наши контакты. Задача не уничтожить российскую экономику. Задача сделать невыносимой экономически для России ведение войны. А вот уничтожить российскую экономику и сделать невыносимым ведение войны – разве это не одно и то же? Потому что ведь в России многие о чем говорят? Что люди могут вообще не платить деньги, они будут выживать там на грани, но зато денег на силовиков и на оружие будет хватать. Ведь нам-то этот алгоритм понятен. Поэтому, когда мы говорим, что мы же не хотим, что значит не хотим? Конечно, хотим. Посмотрите, что они делают с нашими людьми. Вот я вот точно хочу. Я не знаю, что вы скажете по этому поводу, но я точно хочу. Я скажу вам честно, я же футуролог, и мне нужно посмотреть и в длинном горизонте. Мне бы очень не хотелось, чтобы после победы в войне мы в качестве нашего соседа оставили 150-миллионную страну тех, кто нас ненавидит. Мне бы очень хотелось, чтобы там было 150 миллионов человек, которые испытывают жуткий стыд и просто гигантское желание вымолить прощение перед Украиной и всем миром, чем озлобленную страну, которая при каждом удобном случае будет нам мстить за свою же подлость и глупость. Ну и, конечно, если смотреть в горизонт 25-го года, 26-го, то кому, как ни Украине, придется помогать в демократизации России, как бы это сейчас не выглядело жутко. Поэтому, да, ну и самое главное, вот теперь я скажу самое главное уже как стратег, а не как футуролог. Нам же нужно что? Нам нужно две вещи. Первое, нам нужно устранить Путина и его влияние на российскую повестку. Второе, нам нужно сделать так, чтобы те, кто придут после Путина, они реализовали совсем другую политику, миролюбивую политику и тотальную компенсацию потерь Украины из-за этой агрессии, из-за этой войны. Соответственно, нам нужно надавить таким образом, с помощью санкций, с помощью медийной политики, чтобы российские элиты, олигархи, региональные лидеры, я имею в виду чиновников регионального уровня, условные особянины по всей стране, белые воротнички, синие воротнички, матери военных, сами военные, силовики, чтобы все они возненавидели в первую очередь Путина, чтобы они поняли, что главный враг, вот главная фраза, ключевая, главный враг России, это не Украина и, конечно, не Байден, главный враг России, это Путин, вот, вот, что должно быть в ключевой идее. Но если целью наших санкций является месть или голод в России, то мы только консолидируем российское, условно, общество, народ, вот, сброд вокруг Путина и мы настроим, скорее, на готовность тотальной мобилизации против Украины и западного мира. Мы только подклеснем сценарий ядерной, химической или не приведи Господь, там, какой-нибудь подобной войны. Поэтому мы должны подойти очень стратегически, очень умно к всему тому, что делается. Нам надо победить, нам надо победить системно, нам надо не просто получить временный мир или просто временную очистку территории. Мы уже сделали это в 2014-2015 году. Мы, я вспоминаю, с болью, просто с такой кровавой болью, нашу встречу с Порошенко, когда интеллектуалы, моральные лидеры, аналитики, экономисты, мы собрались в инициативу 21 истопада тогда и написали обращение к Порошенко, что нельзя ни в коем случае идти на уступки России, что нельзя идти на особый статус, что все это будет захватывать только мину замедленного действия. И очевидно же с точки зрения стратегии, что нам ни в коем случае нельзя оставить ситуацию подвешенной. Даже возврат Крыма не решит вопросов, если Россия не демократизируется, если мы не реализуем план, который мы условно называем 7D. Это десталинизация России. Я ключевые моменты скажу. То есть изменение вот этой ментальности, мифологизации имперской, российской, демократизация России, депутинизация, децентрализация. Вот все те ключевые вещи, которые должны тотально, радикально изменить Россию. Одной отставкой Путина и одним замерением временным миром с Украиной мы не решим нашу боль и наши страхи. Больше того, мы одни это не решим. Для Украины даже вступления в НАТО не будет решением. Потому что мы видим, что риски даже у натовских, балтийских стран сохраняются. И что в голову может стукнуть идиотам в России против удара ракетами по Балтии, так что не успеем защититься. Так что жертв будет множество. Поэтому наша задача это помочь белорусам избавиться от диктатуры, решить проблемы Приднестровья, помочь Грузии восстановить территориальную целостность страны, дать возможность национальным республикам в России самоопределиться. Но это пусть уже решают они, это их дело. Но самое главное, это радикально поменять политику России. Привести то, что мы называем демилитаризацией. Изменить вообще ключевые акценты в российском взгляде на будущее. Вернуть ее к тем моментам, когда сама Россия продумывала о том, чтобы стать членом НАТО. Вот это было бы начало 2000-х годов. Тем более, что экономически Россия откатилась уже примерно в 1995-й год. Есть возможности добраться до 2000-го и заново переопределить свой путь и вернуться к дружбе с западной цивилизацией. Андрей, ну и позвольте еще, если хотя бы коротко, о состоянии вот сейчас российской экономики. Много ли она потеряла в цифрах? Но ведь, наверное, эти потери можно измерять не только цифрами, но и, наверное, способом жизни, стилем жизни. Вот насколько вы, как стратег, как футуролог, понимаете, насколько это важный момент. И многие сейчас говорят, что вот, Путин снова может закрыть Россию, сделать из нее Северную Корею. Не знаю, вот к вам вопрос, как тоже к футурологу. Вот мне кажется, что это уже невозможно. То, что можно было сделать, скажем, там, может быть, советским обществом, когда там был какой-то короткий период демократии, и потом сразу же пришел Путин, и, собственно, стал медленно как-вот, да, варить там, что, лягушку, медленно подогревать воду. Никто не заметил, когда же вот она створилась. Так и он, он как-то пошел таким путем. Но ведь в какой-то момент россияне уже почувствовали. Каждый свое. Кто-то, кому-то нравится отдыхать, я не знаю, где-то там в Турции. Кому-то нравится купить 10 долларов и положить под подушку. Кому-то нравится смотреть на Ютубе что-то. Кому-то нравится Инстаграм. Кому-то нравится что-то, летать в Париж, да. И вот этот вот стиль жизни, он, наверное, проник вот во все сферы российского общества. Так или иначе, вот сейчас создается впечатление, что из-под всех каким-то образом что-то выдернули. Возможно, я ошибаюсь. Мне вот интересно, вы как футуролог. Мне кажется, да. Вы знаете, у меня такой, не могу сказать, что неблаговидный, но интересный период жизни был я. Порядка 10 лет преподавал в России наездами в Москве различные экономические курсы. И объездил достаточно так широко. Россию выступал там в Сибири, во многих городах. У меня была возможность увидеть то, что многие из нас сейчас видят или слышат по записям переговоров русских военных со своими материальными. Я это видел воочию. И должен вам сказать, что мы сильно переоцениваем YouTube, Instagram и Турцию для России. Только 15% россиян бывали за границей. В Украине это показатель больше 50%. Мы видели другой мир. И качество того мира, в котором бывали мы, он совсем другой. Это не только Египет или Анталия. Это немножко другой мир. Дальше, должен вам сказать, что за Москвой, даже уже в Нижнем, это катастрофическая бедность. Катастрофическая бедность очень широких слоев населения. По цифрам выглядит оно все очень симпатично. Что выше средняя зарплата. Но там такая радикальная разница между низами и верхами. Ну а тем более сейчас, когда реально уровень жизни в России упал примерно в три раза. Я имею ввиду средний доход в доллар в микроволете. Примерно в три раза падение. Для всей российской экономики этот год потери будут примерно в 15% ВВП. Что мало по сравнению с украинскими потерями, конечно. Но я уверен, что санкции сделают свое дело и потери будут еще выше. Исход больше 300 уже компаний, глобальных компаний с российского рынка. Пока еще россияне хорохорятся. Пока хорохорятся в том плане, что мы сами с усами. Но на самом деле даже в пищевой промышленности, даже в сервисных индустриях, таких как ресторанная индустрия, россияне не способны провести реальное импортозамещение. Мифы о том, что они могут переориентировать самолеты сухой на производство локальных двигателей, отказавшихся от французских двигателей. Это все миф. Они не смогут этого сделать. Они не смогут перезапустить автопром. Они не смогут сделать массу вещей для того, чтобы как-то выстроить экономику. Будет безработица катастрофическая. Пока мои коллеги называют цифру в 20%, сами россияне примерно в 10-15%. Я уверен, что безработица скакнет до 30%, если мы будем действительно додавливать санкции. Я уверен, что будет и надлом. Потому что голодные бунты, может быть, сразу и не состоятся, поскольку Россия способна обеспечить себя, как минимум, продуктами питания. Не деликатесами, конечно, но продуктами питания, как минимум этот год. Но точно начнутся бунты, связанные с потерей смыслов. Вот это становится главным страхом. Если в Беларуси смыслы не потерялись, но страх возник от неспособности, невозможности. Слишком много беларусов проактивных сидят в тюрьмах и слишком мало беларусы чувствуют в себе силу. То 500 тысяч россиян уехало уже из России. Это же бизнес в основном. То есть те, кто фактически формировали смысл, стратегии, планы. Кто остается? Те, для кого главным планом является сила России, победная сила оружия. Но солдатские гробы и очевидные картинки поражения России в войне, они же просочатся. Как мы говорим в коммуникациях, 7 раз должен человек столкнуться с определенной информацией, чтобы у него сложилась картинка. И должна эта информация появиться с разных источников. А мы же поработаем над этим. Мы же очень активно работаем. У нас уже сейчас охват в России больше 4 миллионов человек только у нашей команды коммуникационной. А с другими... А с другими командами... Есть видео? Сейчас вернется. Так, есть. А с другими, да. А с другими командами, так там уже и 15-20 миллионов. В общем, я уверен, что у россиян поменяется картинка. И они будут очень активно искать новые смыслы для себя. Андрей, спасибо вам огромное. Спасибо, что нашли для нас время. Были очень рады вас слышать и видеть. Ну, конечно, вот результаты исследования поражают. Но с другой стороны, меня вселяет оптимизм, ваш оптимизм. И поэтому спасибо вам огромное еще раз. Украина победит. Это точно, да. Андрей Тлигоч был сегодня с нами на связи. За что мы ему страшно признательны. Оставайтесь с нами. Это был, конечно же, Укралай Афтеви.